Уважаемые слушатели, аудиокнига поделена на части, ссылки на которые вы можете найти в описании под роликом. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. Где апельсины зреют? Часть 22. Последняя. Читает Геннадий Постригайло. Из гостиницы, отправляясь обозревать город, Иванова и Конурин вышли в полном восторге. «Какова дешевизна-то! — восклицала Глафира Семеновна. — За комнату с двумя кроватями, с балконом, выходящим на канал, с нас взяли всего пять франков, тогда как мы нигде-нигде меньше десяти или восьми франков не платили. И, главное, не принуждают непременно у них в гостинице столоваться. Где хочешь, там и ешь. «Хороший город, совсем хороший. Это сейчас видно! — сказал Николай Иванович. «А мне уж пуще всего нравится, что англичан этих самых в дурацких зеленых вуалях на шляпах здесь не видать! — прибавил Конурин. — Да чертей надоели!» Они шли по набережной Ильяда-Лиск-Явоне, направляясь к дворцу Дожей. Дома, мимо которых они проходили, были невзрачные, с облупившейся штукатуркой, но перед каждым домом была пристань с состоявшими около них гондолами. Гондольеры, стоя на набережной, приподнимали шляпы и приглашали седоков. Налево был вид на остров Джорджия-Маджори с церковью того же имени. По каналу быстро шныряли пароходики, лениво бороздили воду гондолы, состоявшими на корме гондольерами об одном весле. Конурин только теперь начал внимательно рассматривать гондолы и говорил «Смотрю я, смотрю и надевиться не могу. Что это за дурацкие эти самые лодки у них? Право слово, дурацкие. Лодочник на дыбах стоит, одно весло у него, на носу лодки какой-то железный топор. Ну, к чему этот топор? Такая уж присяга у них, ничего не поделаешь. У наших яричников сзади на корме на манеру тяга вытянута, а у них венец спереди на носу на манер топора», — отвечал Николай Иванович. Подошли к дворцу дожей. Глафира Семеновна остановилась и опять начала восторгаться им. Вместе с мужем и Конурином она обошла его кругом и поминутно восклицала «Ну, то есть, точь-в-точь, как на картинках!» «Да что ж тут удивительного, что дворец точь-в-точь, как на картинках? Ведь картинки-то с него же сняты!» Заметил Николай Иванович, которому уже надоело осматривание дворца. «Молчи! Что ты понимаешь? Ты вовсе ничего не понимаешь!» Накинулась на него жена и продолжала восторгаться, спрашивая себя. «Но где ж тут знаменитый мост вздохов-то? Ведь он должен выходить из дворца дожей. Неужели этот мостишко, на котором мы стоим, и есть мост вздохов?» Они стояли на мостике Понте-де-Ля-Палье, перекинутом через маленький канал. «Мост вздохов! Мост вздохов! Спросить разве кого-нибудь?» — бормотала Глафира Семеновна. «Как мост вздохов-то по-французски? Ах, да! Мост Пон! Вздох Супир!» «Супир! Это, кажется, перстень! Перстенек! Супирчик!» — заметил Николай Иванович. «Ах, боже мой! Да отстань ты от меня, пожалуйста, со своим невежеством! Я очень хорошо знаю, что вздох Супир! Пон Супир!» «Уйе! Пон Супир, месье!» — обратилась она к проходившему молоденькому офицерику в узких лилово-серых брюках. Тот остановился. «Пон де Супир! Пон де Супир! Вуаля, мадам!» — произнес он и указал на видневшийся вдали с моста, на котором они стояли, другой мост в виде крытого перехода, соединяющий дворец дожей с другим древним зданием тюрьмой. «Сэ-ля!» — удивленно указала Глафира Семеновна на мост. «Ви! Ви, мидам! Сэ-лю! Пон де Супир!» — кивнул офицер, улыбнулся и пошел далее. Глафира Семеновна забыла даже поблагодарить офицера за указания, до того она была поражена ничтожным видом знаменитого по старинным романам моста вздохов. «И это мост вздохов? Тот мост, на котором происходили все эти зверства? Ну, признаюсь, я его совсем иначе воображала. Да он вовсе не страшен. Так себе маленький мостишка. Николай Иванович, видишь мост вздохов-то?» «Вижу, вижу, матушка!» — зевал муж. «Действительно, на наш Николаевский мост не похож, да и на Анечков мост тоже не смахивает». «Да вы совсем дурак!» — огрызнулась Глафира Семеновна и прибавила. «Ах, как трудно быть в компании образованной женщины с серым мужем!» «Да чем же это я сер-то? Позволь тебе спросить!» «Молчите!» Они пошли далее. Вот и обширная площадь Святого Марка. Прямо перед ними была знаменитая древняя башня часов с бронзовыми двумя вулканами, отбивающими часы молотами в большой колокол. Направо был собор Святого Марка, поражающий и пестротою своей архитектуры, и пестротою внешней отделки. «Скажи, на милость, какая площадь-то?» — дивился Конулин. «Ведь вот и площадь здесь есть. А вы, Глафира Семеновна, говорили, что только одни каналы и каналы, а из воды дома и церкви торчат». Глафира Семеновна не отвечала. «А что это? Часы? Батюшки! Да что же-то у них циферблат-то о двадцати четырех часах? Смотрите, на циферблате не двенадцать, а двадцать четыре цифры!» — продолжал Конулин. «И то двадцать четыре!» — подхватил Николай Иванович. «Глаф, а что же это обозначает?» «Ах, боже мой, да почем же я-то знаю?» «Двадцать четыре! Вот ты пропасть! Вот город-то! Десять часов, однако, стрелки теперь показывают. А когда же у них бывает восемнадцатый или девятнадцатый час, а, Глаш?» «Не знаю, ничего не знаю!» — дивилась и сама Глафира Семеновна. «Сама ж ты сейчас хвасталась, что ты женщина образованная. Стало быть, должна знать». «Конечно же, образованная. Но только про часы ничего не знаю». «Ну так ты спроси. Вон сколько праздно шатающегося населения шляется». К ним подскочил босой мальчишка с плетеной корзинкой, наполненной мокрыми еще оттины, розовыми и желтыми раковинами. «Фрутти-тимара!» — предлагал он, протягивая к ним корзинку. «Брысь!» — отмахнулся от него Конурин. Мальчишка не отставал и, улыбаясь, искали белые зубы, настойчиво продолжал что-то бормотать по-итальянски. Наконец взял одну раковину, раскрыл ее, оторвал черепок, сорвал с другого черепка прилипшую к нему устрицу и отправил ее себе в рот, причмокивая губами. «Фу! Какую гадость жрет!» — поморщилась Глафира Семеновна и тут же обратилась к мальчишке, указывая на часы. «Се горлош! Кескесеса! Венкатрер! Торо дель орлогия, мадам!» — отвечал тот. «Пурква, нонтусер! Пурква!» — допытывалась Глафира Семеновна, но так-таки ничего и не смогла добиться насчет часов. Мальчишка, не продав ей раковин, запросил себе монету на макароны. «Возьми и провались!» — кинула она ему монету. «Двадцать четыре часа! Ох, чтоб тебе!» — дивился Николай Иванович и прибавил, обратясь к Конурину. «Ну, Иван Кондратич, непременно сегодня давай выпьем, когда будет двадцать четыре часа показывать. Выпьем за здоровье твоей жены, и ты ей пошлешь письмо. В двадцать третьем, мол, часу сели за стол, ровно в двадцать четыре часа пьем за твое здоровье. Вот ту девица твоя благоверная, прочитав это, прям скажет, что ты с ума спятил. «Давай, давай напишем!» — обрадовался Конурин и поднял голову на часовую башню. Статуи бронзовых вулканов начали в это время отбивать молотами в колокол десять часов. Около Ивановых и Конурина стоял сильно потертый человек в брюках с бахромой, которую сделало время, и кланялся. «Чичероне!» — говорил он. «Базилик де Семак!» С другой стороны подходил такой же человек и тоже приподнимал шляпу и тихо бормотал. «Котедроле, палаццо Дукале, есть вы чичероне, мадам!» Глафира Семеновна даже вздрогнула от неожиданного появления около нее потертых личностей. «Ой, что это? И тут проводники! Не надо нам! Ничего не надо! Сами все осмотрим!» — отвечала она и повела мужчин в собор Святого Марка. В соборе также проводники, предлагающие свои услуги. Один из них, не дождавшись приглашения для услуг, самым назойливым манером шел рядом с Ивановым и Конулиным и на ломаном немецком языке рассказывал им достопримечательности собора. Николай Иванович несколько раз отмахивался от него и цедил сквозь зубы слово «брысь», но проводник не отставал. «Да пусть, пусть бродит и бормочет. Все равно ему от нас ничего не очистится», — проговорил Конурин. Компания недолго пробыла в соборе и опять вышла на площадь. Назойливый проводник по-прежнему был около. Он уже перешел на ломанный французский язык и предлагал Глафире Семеновне осмотреть стеклянную фабрику. «Прочь! Прочь! Говорят тебе!» — закричал на него Николай Иванович, но проводник не шевелился и продолжал бормотать, кланяясь. Глафира Семеновна улыбнулась. «Даром предлагает свои услуги. Говорит, что ему ничего не надо от нас. Обещает даже, что я какой-то подарок получу на память от фабрики», — сказала она. «Даром и подарок?» — спросил Конурин. «Что это за шут такой? Ну, пусть ведет календаром». «Да, даром. Уверяет, что он агент этой фабрики», — переводила Глафира Семеновна. «Хорош фабрикант. Ежели такого оборванца агентом держит», — покачал головой Николай Иванович. Компания, однако, отправилась за проводником. Стеклянная фабрика, о которой говорил проводник, находилась тут же на площади над галереей лавок. По выеденным временем каменным ступеням забрались они в третий этаж и очутились в небольшой мастерской, где работники и работницы при помощи ламп и паятельных трубок тянули цветные стеклянные нитки и делали из них разные поделки в виде корзиночек, плята под подсвечники и тому подобное. Чичеронный агент, передав Ивановых и Конулина элегантно одетому приказчику, тотчас же исчез. Приказчик начал водить их по мастерской. Между прочим, он подвел их к столу, где делалась стеклянная мозаика. Довольно долго что-то рассказывал, вмешая французские, немецкие и английские слова, и спросил Глафиру Семеновну, как ее зовут. — Муа? Ах, боже мой! Да зачем вам? Пуркуа? — удивилась та. — Вы рассуете все сувениры из нашей фабрики. — И этот про подарок говорит, — продолжала она удивляться. — Ну, хорошо. Бьян, я с вами Глафира Ивановна. — Джи-эт-и, — сказал приказчик рабочему. Рабочий взял шарик из голубого стекла, воткнул в него заостренную шпильку и, приблизив шарик к лампе путем паяльной трубки, начал выделывать на нем из молочно-белого стекла инициалы Глафиры Семеновны. Вышла булавка. — Вуаля, мадам! — протянул ее приказчик к Глафире Семеновне. — Ох, как это любезно с их стороны! — воскликнула она. — Компьян, сакут! Ориен, мадам! — Боже мой! Подарок! Вот он, подарок-то! Мерси-мсе! Смотри, Николай Иванович, смотри, какие любезные люди! Булавку подарили. Проводник не солгал про подарок. Не понимаю только, что им за расчет. Право удивительно! — Ну, а нам-то будет что-нибудь? — спрашивал Конурин. — А вам-то за что? Вы мужчины, а я дама. Из мастерской приказчик привел Ивановых и Конурина в склад с произведениями фабрики. Это был роскошнейший магазин пестрой стеклянной посуды и поделок из стекла. Тысячи хорошеньких стаканчиков, вазочек, рюмок и туалетных безделушек. На всех предметах ярлычки с ценами. У Глафиры Семеновны так и разбежались глаза. — Батюшки, какие хорошенькие вещички! И дешево! — воскликнула она. — Николай Иванович, смотри, какой прелестный стакан! Вот, купи себе этот стакан с узорами. Всего только пять франков стоит. — Да на что он мне, милая? На коль шут? — Чай из него дома пить, так он кипятку не выдержит и лопнет. — Ах, боже мой! Просто на память об Венеции. — Не надо, милая, не надо. — Ну, ты как хочешь, а я все-таки себе куплю. Вот эти стаканчики для ликера, например. За них в Петербурге ведь надо втрое, в четверо заплатить. А посмотри, какие примиленькие флакончики для туалета! И всего только восемь франков за пару. — Ведь это почти даром! И Глафира Семеновна начала отбирать себе вещи. Через час они выходили из магазина, нагруженные покупками. Конурин также купил жене два стакана и флакон для духов. — Эх, 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 девяносто два франка не пито, не едено, посеяно! — вздыхал Николай Иванович и, обратясь к жене, сказал. — Вот ты говорил, Давича, какой, мол, им расчет дарить на память булавки? Не замани тебя, этот злосчастный проводник, подарком на фабрику. Не просолили б мы на фабрике девяносто два четвертака. А ведь четвертак-то здесь сорок копеек стоит. — Ну, что считать? Ведь для того и поехали за границу, чтобы деньги тратить. Зато какие вещицы! Прелесть! Прелесть! — перебила мужа Глафира Семеновна. — Действительно, ловко действуют здесь. Умеют дураков заманить, — бормотал Конурин. — Из-за этих-то покупок и оборванец-то с нами по собору мотался и не отставал от нас. Ведь вот теперь за все наши покупки с фабрики процент получат. — Ах, пройдохи, пройдохи! — А что, не завести ли мне в Петербурге таких пройдох, чтоб заманивали в мой колониальный магазин? — Вдруг обратился он к Николаю Ивановичу. — Пусть бы бегали по Енинскому и Абуховскому проспекту и загоняли в магазин покупателей. Дескать, в сувенир, апельсины или голландскую селедку. Пожалуйте, обозреть магазин Конурина. На апельсин покупателя заманишь, а он, смотришь, фунт чаю, досик копченого купит и голову сахару. — Да ну, что ты, таких дураков у нас в Питере много не найдешь, — отвечал Николай Иванович. — А и то, пожалуй, что дураки только по Венециям ездят, а умные-то все дома остаются. — Прекрасно, прекрасно, — подхватила Глафира Семеновна. — Стало быть, вы себя к дуракам причисляете, ведь вы тоже стаканы купили. — А то как же, я уж давно об этом говорю. — Конечно же, дурак, коль за границу поехал. Ну, на что она мне, эта самая заграница? На площади их встретил проводник, приведший их на фабрику. Он почтительно кланялся и нашептывал что-то Глафире Семеновне по-французски. — На кружевную фабрику предлагает идти, — обратилась так мужу. — Говорит, что тоже агент. — Нет, нет, ни за что на свете, довольна. Да что это, помилуйте, фабрику кружевную теперь еще выдумал, — возопиял Николай Иванович. — Ежели ты на стеклянной фабрике сумел 92 четвертака оставить, так на кружевной ты 300 оставишь. — Послушай, а может быть и на кружевной мне будет какой-нибудь сувенир, кружевную бабочку подарят. — Не желаю я сувениру, понимаешь ты, не желаю. Брысь, господин агент, прочь, провались ты к черту на рога. И Николай Иванович даже замахнулся на проводника палкой. Тот отскочил в сторону и издали еще раз раскланился. Побродив по площади Святого Марка еще часа два, обойдя все окружающие ее со всех сторон магазины, позавтракав в ресторане на той же площади, компания остановилась в полнейшем недоумении, куда ей теперь идти. — Кажется, больше идти-то некуда, — сказала Глафира Семеновна своим спутникам. — Матушка, голубушка, — воскликнул в радости Конурин. — Ежели некуда больше идти, то наплюем на эту самую Венецию-то и поедем сегодня же вечером в Питер. — Сегодня вечером? Нет, невозможно, — отвечала Глафира Семеновна. — По вечерам здесь на площади играет музыка и собирается все высшее общество. Это я из описаний знаю. — Да бог с ней и с этой музыкой-то. Пропади оно, это высшее общество. Музык-то мы и в Питере услышать можем. — Завтра утром, извольте, поедем. А сегодня вечером надо побывать здесь на музыке. По описанию я знаю, что дамы высшего общества подводят здесь на музыке тонкие интрижки под кавалеров, и я хочу это посмотреть. — Да как ты это увидишь-то? Мне что интригу можно подсмотреть, — заметил Николай Иванович. — Нет-нет, я хочу видеть. Будьте покойны, всякую интригу я сейчас посмотрю, — стояла на своем Глафира Семеновна. — Здешние дамы цветами разговаривают с кавалерами, а я язык цветов отлично знаю. Здесь по вечерам происходят все любовные свидания, и я хочу это видеть. — Ничего ты не увидишь. — Все увижу. Это только вы, мужчины, ничего не видите. Вы знаете, чем Венеция славится? Первыми красавицами в мире. — Ну уж это ты врешь. Вот мы полдня бродим, а видели только одни рожи. — Да днем-то на площади и народу никого нет. Видите, пустыня. — А действительно. — Эй, хоть и шаром покати. И чертям в свайку играть-то кито в пору, — сказал Конурин и зевнул. — А по вечерам на музыке здесь бывают толпы. Это я по описаниям в романах знаю. Графиня Фоскари. Или нет, не Фоскари. В Фоскари была старуха ее тетка, а другая, молодая. Ах, как ее? Ну да все равно. Так вот, эта та самая молодая графиня здесь на музыке с корсаром-то и познакомилась. — Ну, понесла хинею, — махнул рукой Николай Иванович. Глафира Семеновна обиделась. — А отчего я не называю ахинеей ваш коньяк? — сказала она. — Вас коньяк и всякое вино в каждом городе интересует. А меня — местоположение и действие личностей. Вы вот сейчас в ресторане спрашивали какого-то венецианского вина, которого никогда и не бывало. Потому где здесь виноград-то расти, ежели и земли-то всего одна площадь да одна набережная, а остальное все вода. — Ну вот, поди ж ты. А мне помнится, что венецианское вино есть, — сказал Николай Иванович. — Везде по городам пили местное вино, а приехали в Венецию, так надо и венецианского. — Стало быть, завтра утром голубушка выезжаем? — спросил Канулин. — Завтра, завтра, — отвечала Глафира Семеновна. — А теперь будем голубей кормить. Вон, голубей кормят. — Вы знаете, здесь мода кормить голубей, и им даже от полиции на казенный счет каждый день мешок корма отпускается. Это я знаю по описанию. Вот эта самая Франческа, про которую я в романе читала, тоже ходила каждый день на площадь кормить голубей, и здесь-то и влюбилась в таинственного доминиканца. Вон и голубиный корм мальчики продают. — Николай Иванович, купи мне тюрючек. Николай Иванович купил тюрюк какого-то семени и передал жене. Та начала разбрасывать корм голубям. Голубей были тысячи. Они бродили около ног, бросающих им корм, садились им на руки и на плечи. Кормлением голубей занимались дети в сопровождении нянек, молодые девочки-подросточки с гувернантками, несколько туристов с дорожными сумками и биноклями через плечо. Один голубь сел на руку Глафири Семеновне и клевал с руки. Она умилялась и говорила. — Вот точно так же, и к Франческе сел голубь на руку, а под крылом у него она нашла любовную записку от доминиканца. И с этого любовь их началась. Николай Иванович стоял и насмешливо улыбался. — Ну вот, нашла потеху в Венеции, — говорил он, — голубей кормить. Этой потехой ты можешь и у нас в Питере заниматься, стоит только на Калашниковскую пристань к лобазам отправиться. Там тоже ручные голуби и каждый день их кормят. — Странный вы человек. Там простые голуби, а здесь венецианские, знаменитые, происходящие от тех голубей, которые в старину Венецию спасли. — Отвечала Глафира Семеновна. — Ври больше. Как-то голуби могут город спасти. — Как спасли, этого я уже не знаю, а только из описания известно, что спасли. Вот из-за этого-то их через полицию на городской счет и кормят. — Да брось! Пойдем куда-нибудь. Глафире Семеновне уже и самой надоели голуби. Она зевнула и отвечала мужу. — Эх, а идти больше некуда. Что было в Венеции земли, мы, кажись, все обошли. А ехать на лодке можно. Возьмем лодку и поедем по каналам. Они отправились к себе в гостиницу, оставили там свои закупки, взяли у пристани своей гостиницы гондолу и велели гондольеру везти их осматривать город. Мерно ударяя единственным веслом о воду, гондольер повез их сначала в Адмиралтейство, показал по дороге жалкий клочок земли, засаженный деревьями и составляющий городской сад, свозил на мост Реальта с устроенными на нем торговыми лавками по сторонам. У моста компания высадилась на пристань, прошла по мосту, обозрела лавки и опять села в гондолу. Гондольер повез их по малым узеньким каналам, в которых с трудом могли разъехаться две гондолы. Здесь смотреть было решительно нечего, кроме обнаженных, начинающих разрушаться фундаментов домов. Зияли отверстия сточных труб, из отверстий лились в каналы все жидкие нечистоты домов, по камням фундаментов то там, то сям нахально бегали рыжие крысы. Смотреть было решительно нечего, воняло нестерпимо. Компания давно уже зажимала свои носы. — Фу, мерзость! — проговорил Конурин и плюнул. — Вот тебе и апельсинья, матушка, — прибавил Николай Иванович. — Совсем уж здесь не апельсинами пахнет. — Да уж, апельсинья-то давно кончилась. Здесь хоть и Италия, апельсины растут разве только во фруктовых лавках, — отвечала Глафира Семеновна и скомандовала гондольеру, чтобы он вез их в гостиницу. — Аля, Бизон, Плювид, Гранд Канал, Альбео Голубой Ваш. — Уви, мидам! — отвечал гондольер и вывез их опять на канал Гранде. Опять начались облупившиеся палаца древней венецианской аристократии, ныне наполовину занятые гостиницами. — Палаццо Пизарро! — восклицал гондольер, указывая на какой-нибудь неприглядный, стоящий уже десятки лет без ремонта дворец, выстроенный в стиле ренессанс, а Глафира Семеновна читала на нем вывеску, гласящую, что здесь помещается гостиница Лондон. — Палаццо Палержи! — продолжал он свои указания, но и на этом палаце ютилась вывеска какой-то гостиницы. — Немного же здесь есть любопытного. Созналась Глафира Семеновна, когда гондола их подъехала к пристани гостиницы. — Признаюсь, в Венецию я себя много интереснее воображала. — Ну, теперь пообедаем в гостинице, вечером на площадь на музыку сходим, а завтра с утренним поездом и отправимся в ваш любимый Питер, — прибавила она и кивнула Конурину. Тот весь сиял от удовольствия и радостно потирал руки. В полном разочаровании уезжала на другой день Глафира Семеновна из Венеции. Проезжая в гондоле по канал Гранде на станцию железной дороги, она говорила, — Этакая поэтичная эта самая Венеция на картинках и по описаниям в романах, и такая она скучная и вонючая в натуре. — Поистине выеденного яйца не стоит, — поддакнул ей Конурин. — Только разве что на воде стоит, а то что это за город, где даже часы двадцать четыре часа показывают? Николай Иванович, сидя в гондоле, подводил в своей записной книжке карандашом расходы по путешествию. — За две с половиной тысячи перевалило, а еще надо от Венеции до Вены доехать, да от Вены до Петербурга, — ворчал он. — А все покупки и рулетка. Покупок вон целую лавку с собой везем. Глафира Семеновна не слушала его и продолжала. — По описанию, Венеция славится красивыми женщинами, а до сих пор мы все видели таких, что, как говорится, ни кожи, ни рожи. Вот и вчера на музыке. Я даже хорошенькой ни одной не видала. — Мурло, совсем мурло, — согласился Конурин. — Вот я прошлым летом в деревню к себе на родину ездил. Так наши пашихонские бабы и девки куды и казисти. — Ах, вы все не то, Иван Кондратьевич, — сделала гримаса Глафира Семеновна и опять начала. — А на музыке, на площади. По описанию в романах, на площади Святого Марка должны были быть сливки высшего общества. А вчера вы видели, что за народ был? Одни горничные и кокотки на халке. — Придрянной городишк, что говорить. К никуда ж хорошего нет. Ужасную дрянь подавали и в гостинице, и в ресторанах. — Ой, да ну вас, вы все про коньяк. — Да я не про один коньяк. Возьмите вы ту шипучку, которую мы за пять четвертаков в Неапле пили, и возьмите ту асти, которую нам вчера подавали. А ведь взяли двумя четвертаками дороже. И что это за город, который без лошадей? Срам один. — Я про поэзию, Иван Кондратьевич, про поэзию. — Поэзии я, конечно, Глафира Семеновна не обучался. А что до города, то, конечно же, он внимания не стоящий, и даром что весь на воде. И эту воду-то и у нас в галерной гавани во время наводнения видеть можно, точь-в-точь. Одно только, за номер здесь в гостинице не ограбили, но ведь этого мало. Николай Иванович захлопнул записную книжку, запихнул ее в карман и сказал. — Не попади ты, Глаш, в Париже в ловский магазин и не проиграй в Монте-Карло в рулетку, вся поездка бы нам меньше, чем в 1800 рублей обошлась. Глафира Семеновна ничего не ответила на слова мужа и опять продолжала. — А гондольеры? Даже в песне поется «Гондольер, гондольер молодой». Во всех романах про гондольеров говорится, что это бравые красавцы с огненными жгучими глазами. А вот оглянитесь назад, посмотрите, какая у нас на корме каракатится с веслом стоит. Хуже всякой бразильской обезьяны. Да и не видала я ни одного гондольера молодого. — Да не все ли тебе, душечка, равно, что молодой, что старый? — возразил Николай Иванович. — Ах, что ты понимаешь? Ты понимаешь только гроши считать. Огрызнулась на него жена и опять обратилась к Канурину. — А как грязны-то эти гондольеры? Ведь с них грязь просто сыплется. Чесноком и луком от них разиты гнилью. — Ох уж и не говорите, — подхватил Канурин. — Перед тем, как нам давить садиться в гондолу, я вышел на пристань первым. — Так что эти подлецы-гондольеры делают? — Черпают черпаком со дна канала грязь, выбирают из грязи розовые раковины, раскрывают и жрут их. — Да ведь как жрут-то? Я не утерпел и плюнул. А один подлец взял раковину, да и подает мне, дескать, съешь, мусье. — Тьфу! А гондольер, стоя на корме, по привычке указывал на здания, мимо которых проезжали, рассказывал. — Палаццо Тьепало Зукелло, палаццо Канторини. — Да и вообще, я здесь, в Венеции, ни одного красивого мужчины не встретила, — говорила Глафира Семеновна. — Даже офицеры здешние какие-то, взмухнырки с тараканьями усами, остатности никакой. Николай Иванович, занятый счетами и не слыхав начало разговора, развел руками. — Не понимаю я, зачем тебе, замужней женщине, красивых офицеров разбирать, — сказал он. Глафира Семеновна только презрительно скосила на мужа глаза и ничего не ответила. Подъехали к железнодорожной станции. Нищий с багром подцепил лодку у пристани и кланялся, прося себе за эту услугу на макароны. Николай Иванович рассчитался с гондольером. Сбежались носильщики, стали вынимать из гондолы сундуки и саквояжи и понесли их в железнодорожный зал. — Как билет нам теперь брать, Глаш? У тебя ведь еще в Петербурге было записано, — суетил сокола жены Николай Иванович. — Вьена, веа понтеба, — отвечала Глафира Семеновна, взбираясь по ступенькам на станцию. Обернулась к каналу лицом и сказала — Прощай, вонючая Венеция, разочарована я в тебе, не такое тебя воображала. — Да стоит ли с ней прощаться, матушка? Плюньте! — перебил ее Конурин. Через полчаса они сидели в поезде. Глафира Семеновна вынимала из саквояжа маленький сверточек в мягкой бумаге и говорила — Очень я все-таки рада, что кружевной валан вчера себе вечером купила. Ужасно дешево, а венецианский кружевая вещь хорошая. Убрать его куда-нибудь подальше, а то через австрийскую границу будем переезжать, так как бы пошлину на него не потребовали. И она стала запихивать сверток за корсаж. Николай Иванович записывал в записную книжку стоимость только сейчас купленных билетов и тяжело вздыхал. — Ежели в Вене не остановимся на ночлег, а с поезда на поезд перемахнем, то авось как-нибудь в 2800 рублей вгоним свою заграничную поездку, — произнес он. — Голубчик, Николай Иванович, ради самого Господа не будем в Вене останавливаться, — воскликнул вдруг Конурин. — Ну, что нам эта самая Вена? Да пропади она пропадом. Мне к жене пора. Когда я ей еще написал, что через две недели буду дома? А уж теперь четвертая неделя с той поры идет. Пади, с часу на часу ждет меня. — Ох, икнулась. Должно быть, вспоминает меня. — Что-то она сердечное теперь делает. — Да что ей делать-то? Чай пьет. — Отвечал Николай Иванович. — Пожалуй, что по теперешнему времени чай пьет, — согласился Конурин. — Ну, так проси вон мою жену, чтоб она в Вене не останавливалась. — Матушка, барынька, мать командирша, явите божескую милость, не заставляйте нас останавливаться в Вене, — упрашивал Конурин Глафиру Семеновну. — Надо бы мне в Вене кое-что себе купить из шелкового басона. Ну, то уж хорошо, хорошо. Конурин торжествовал. Он чуть не припрыгнул в вагоне. Поезд тронулся и вышел из железнодорожного двора. Ехали опять по насыпной дамбе. Направо была вода и налево вода. — По морю я ко посуху, — говорил Конурин, смотря в окно. — В Питер едем, в Питер к женушке любезной, — радостно восклицал он. Дорога из Венеции на Вену через Пантебба — одна из живописнейших железных дорог. Путь лежит через неприступные дикие горы. Из Венеции Иванова и Конурин выехали в ясное теплое утро. Было больше двадцати градусов тепла на солнце, но когда они начали взбираться на горы, быстро похолодело. Галафира Семеновна, сидя в вагоне, начала кутаться в плед. Супруг ее и Конурин, хоть и были разогреты коньяком, который они захватили с собой в запас в изрядном количестве, но тоже надели пальто. Под Пантебба на горах показался снег. Снегу становилось все больше и больше. В нетопленных вагонах сделалось совсем холодно. — Русским духом запахло, — радостно говорил Конурин, смотря в окна, но глубокий белый снег. Вытащил из ремней свое байковое красное одеяло и закутал им ноги. — Нет, до русского духа еще очень далеко, — отвечала Галафира Семеновна. — Я, матушка, собственно, насчет снега. Совсем как у нас на Руси православной. Смотрите, какие сугробы лежат. В Пантеба итальянская граница. Через Пантеба проехали без особых приключений. Кружева Галафира Семеновны были провезены ею и мужчинами на себе и без оплаты пошлиной. Галафира Семеновна торжествовала. В Пантофеле, где пересели в другие вагоны, уже заговорили на станции по-немецки, и появилось пиво в кружках. Стали попадаться тирольцы в своих характерных шляпах с глухариным пером. Забастые тирольки носили на лотках бутерброда на черном хлебе, тонкие, как пища и бумага. Вагоны уже отапливались, но все-таки в них было холодно. Галафира Семеновна укуталась, чем могла, и улеглась на диван спать. — Эх, пальты-то наши теплые были б теперь куда как кстати, они у нас в багаже, — говорил Конурин, сидя в накинутом на плечи сверх пальто красном одеяле и уничтожая сразу три тирольских бутерброда, сложенные вместе. — Сколько времени, матушка, теперь нам осталось до русской границы-то ехать? — спрашивал он Галафиру Семеновну. — Через двое суток, наверное, будем на границе, — был ответ. — Через двое? Ура! А на границе сейчас мы чувствительную телеграмму жене. Едем с любовью, живы и невредимы во всем своем составе. Выезжай, супруга наша любезная, встречать твоего мужа на станцию. — Да зачем ж такую длинную телеграмму-то? Ведь дорого будет стоить, — заметил Николай Иванович. — Плевать! В рулетку в Монте-Карло в пятьсот раз больше просеяли красноносым крупье, так неужто жене на чувствительную телеграмму жалеть? Синюю бумагу на телеграмму даже прожертвую, только бы была чувствительнее. Утром были в Вене. Галафира Семеновна сдержала свое обещание и не остановилась в Вене в гостинице. Пообедав на станции, выпив хорошего пива, тронулись снова в путь. — Уж и напузырюсь же я чаем на первой русской станции, — говорил Конорин. — Даже утроба ноет. Вот до чего чайком ей после долгого говения пораспариться любопытно. На станциях, начиная от Вены, среди прислуги стали появляться славяне со знанием нескольких русских слов, а в Галиции уже совсем понимали русскую речь. Конорин торжествовал. — По-русски понимать начали. Вот когда Русью-то запахло, — говорил он, побывав на станции в буфете и садясь в вагон. — Сейчас Жадовин менял мне русскую трешницу на здешние деньги и в лучшем виде по-русски разговаривает. — Близко, близко теперь до Руси православной. Сам чувствую. Прибавил он и замурлыкал себе под нос. — Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый. Салатка будет отдохнуть мне с подружкой милой. Стали подъезжать к русской границе. Николай Иванович улыбнулся и сказал. — Через четверть часа прощай, австрийские гульдены, и здравствуй, русские рубли. Начнем сорить пятаки за рюмки водки и гривеники за стакан и чаю. Конорин радостно улыбался во всю ширину лица. — Вот и русская граница, — показался русский жандарм, потом солдаты пограничной стражи с зелеными воротниками и околышками на фуражках. Поезд шел тихо. За окном вагона слышалась русская речь. Артельщик в белом переднике и с бляхой на груди сочно с кем-то ругался. — Наши, наши ругаются, приехали, — шептал Конорин и даже затаил дыхание. Поезд остановился. Конорин перекрестился. Перекрестились и его спутники. — Рады? — спросила Глафира Семеновна Конорина. — Блаженствую. Сейчас жене чувствительную телеграмму. — Припрячьте подальше кусок шелковой материи, что жене везете. — Под жилетом запихнуто. Осмотр паспортов. Досмотр багажа. Формальности переезда через границу закончены, и вот Иванова и Конорин в буфете. — Чаю, чаю! Три стакана чаю! Одному мне три стакана! — кричал Конорин слуге. — Да бумаги и чернил. И телеграмму буду писать. С жадностью он накинулся на чай, наливая его из стакана на блюдце, пил, обжигался и писал телеграмму. Телеграмма была самая пространная и начиналась выражением. — Супруги нашей любезной, с любовью низко кланяюсь от неба и до земли. Телеграфист улыбнулся, когда прочел ее и взял за нее четыре с чем-то рубля. Вот и звонок. Сели в русские вагоны. Поезд тронулся. Конорин опять крестился. — Через двое суток будем в Питере, — говорил он. — Двое суток сорок восемь часов. Через сорок восемь часов, стало быть, женушка моя любезная встретит меня в Петербурге. Но Конорину готовился сюрприз перед Петербургом. Когда поезд остановился в луге, и Конорин вышел вместе с супругами Ивановыми на станцию, он вдруг воскликнул. — Батюшки! Жена здесь! Приехала, голубушка! Встретит меня! Умница! Милая! И с этими словами, расталкивая столпившихся пассажиров, он бросился в объятие полной пожилой женщины в суконном пальто с куньим воротником, с куньей оторочкой и в ковровом платке на голове. Произошла трогательная сцена свидания. Супруга лыбызала Конорина и говорила. — Дурак ты! Дурак! Зачем ты борт себе обкарнал? — Француз, подлец! Во французской земле на французский манер мне ее обкарнал! — отвечал Конорин. И не спрося меня обкарнал. Ну да что тут! В таких землях, мать моя, были, под такие поднебесья лазили и в такие места спускались, что надо благодарить Бога, что голова-то цела осталась. А борода что? Борода опять на русский манер вырастет! От Луги до Петербурга Конорин уже ехал в сообществе супруги.